Во вторник окончательно решилась судьба Ялтинского парка. Он исчезнет. Компания застройщика действовала по закону. К такому выводу пришел арбитражный суд. Решающее заседание уже состоялось. Мэрия проиграла самой себе. Такой вердикт вынесли защитники Ялтинского парка. Напомним, споры между ними и будущим застройщиком длились больше года. Акции против вырубки зеленых насаждений, палаточный лагерь и инциденты с полицией. Люди шли на все, не помогло. В итоге город все-таки лишится остатков парка. Так решил суд. Коренные жители с этим не согласны. Мои родители строители были. Они отстраивали этот город. Был действительно зеленый город. Старались сохранить и то, что было. Хоть и мало, что оставалось после войны. Но много построили. А сейчас вот как раз те парки, те скверы, которые строили и благоустраивали город, сейчас это сносится. История защиты Ялтинского парка – показательный пример для всего города. Не случайно в зале суда в этот день были защитники и других парковых зон. Первая причина всего того, что происходит, это решение нашего гурсовета, любимого, которые приняли поправки к землепользованию и строительству, правила. Будем бороться за каждую точку. Значит, будем решать все землеприваю. Речь идет о законе о зонах реакреации. Он разрешает вырубку и застройку зеленых зон. Под угрозой оказались все парки города и области. Когда отдают земли под застройку, земли парков, скверов, и нам обещают, что они будут облагорожены, там будут построены площадки детские, пруды почищены. Дело в том, что нет такого закона, который обязывает застройщика это делать. И нет гарантии, что после возведения домов, торговых центров это будет облагорожено. В эти обещания активисты не верят и призывают объединиться в борьбе против чиновничьего беспредела. Тут факт, что суд признал законным действия застройщика, только укрепил их в своей позиции. Бороться надо всем, бороться за каждое дерево в городе. Мы будем продолжать бороться до победы. Проигран бой, но не проиграно битва. В течение месяца защитники зеленой зоны могут подать апелляцию. Они настроены идти до конца. Татьяна Караханова, Евгения Курбатова, Денис Череуха, служба новостей город.